всем доброе утро ну смотрите что творится видите вода от маски прям вот вся теку в общем мужчину сейчас стригла вот по-английски разговаривает американец англичанин не знаю говорил раз 15 но я каждый раз забываю вот откуда он и знаете он как потом когда меня видит ой привет куда сюда какой-то странный слишком как-то много внимания ко мне дам что-то как-то какой-то он это странный думал может быть он знаете ли не подкатывает или еще что ли мы чуть не то и мы сейчас ним что-то разговаривают и он что-то и он такой говорит мой бывший бывший живет втором алиноси это провинция малых я думаю там верно слышалось вот потому такое говорит у моего бывшего но мы с ним мы с ним как бы хороших отношениях друзья и я такая сразу теперь понятно вы знаете все мужчины другой ориентации они как как бы больше дружелюбные больше какие-то открытые вот по моему опыту я встречала многих таких вот людей другой ориентации как бы я вообще человек знаете небо варабану какой ориентации с кем живет и лишь бы не делал человек никому зла а там с кем он живет это вообще не мое дело вот и теперь я такая сразу ну теперь понятно к линии он ко мне не отбери не подбивает и все и просто знаете у меня прям поменялось к нему как бы ну когда вот к человек тебе проявляет больше интерес как-то если ты замужем настороженно как-то думаю нахрен не надо а потом я поняла что он просто открытый человек и считает меня как бы за подружку и все и я с ним начала более знаете как открыто более не так зажато разговаривать общаться в общем да так вот а вот иногда знаете какие у меня еще случае не случая а как это можно сказать то ведь не поймешь некоторых людей не поймешь какой он ориентации человек женщина мужчина там вообще и то есть знаете что боюсь попасть в просак там типа спросить а у тебя есть жених там или у тебя есть невеста но здесь знаете что чаще как бы спрашиваю но если вы хотите разговоры такие парикмахер уже обычно обо всем разговаривают и если вы не хотите никого обидеть то здесь все чаще спрашивают там если у тебя паре ха пара то есть как бы это по уже подразумевает не мужчина не женщина а пара а вот и в этот момент как говорится я его не спрашивала и он не говорил раньше что там он развелся то есть он был жена представляете но я как-то особо внимание этому даже не придавал с кем он там развелся как он развелся а здесь вот он именно два раза мне повторил что вот может может он хотел дать понять мне что у него другие интересы или как ну нет как в принципе другие интересно что он не не такой ориентации как все скажем так а он такой маленький щупленький такой вот и потом уже так присматриваясь да и обычный мужик а вот ладно пошла я дезинфицировать места у меня сейчас через десять минут придет еще одна клиентка стою в очередь не помочь у никто не заходит вообще здесь никогда не было очереди в лидл хочу зайти которые здесь в нашем городе где я работаю стоят труда никого не было сейчас время такое еще знаете предобеденное скажем так друзья первым делом что я сделала это жрать поставил готовить у меня сегодня макароны у меня фарш оставался вот немного кабачок полудохлый помидоры там делаю зажарочку лук нет лук и и что-то еще а и перец и здесь спагетти говорить в общем лидл заехала вообще я в лидл знаете зачем поехала мне вчера подруга звонит и говорит смс присылает я звонить кстати тоже по телефону не люблю поэтому мне все шлют фатсапы ну знаете ей иногда нет настроения болтать по телефону правильно а вот все звонят звонят и все это вообще какая-то странная дикарка какая-то правда вообще сдвиг по фазе нелюдинка какая-то но я люблю с подругами общаться вы знаете вот и вхожу гуляю с ними и договорились на шопинг поехать вместе футбол скорее так хочется на шопинг знаете не просто купить что-то а вот поехать именно в торговой центр большой на шопинг то я в каждый понедельник хожу по центру чтобы эта атмосфера понюхать пощупать хотя сейчас уже понюхать пощупать с этим сложновато но вот знаете хоть сменить эту обстановку в общем да скорее бы открылись на следующий день правда уже наверно откроется но подожду еще неделю ладно я не об шлют смс-ку подруга и говорит что в нашем городе смотрели какая-то кофемолка привезли в лидл еще что-то она поехала уже все раскупили в общем ей не досталось и так как я работаю в салаврине там тоже есть лидл тебе говорит по пути мне совсем не по пути потому что не по пути ну ладно она говорит не могла бы ты поехать и посмотреть есть там или нет я говорю ну я так подумал сначала потом мне там молоко надо было купить хлеб я говорю ладно поеду съезжу куплю и вот поехала что вы думаете никакой там кофемолки не оказалось все уже купили мужик откуда какой-то оттуда убежал прям бешеный что-то там он ругался что-то там непонятно что так закупила может быть это голубая луна у всех или че нервные спагетти всегда ломаю напополам не знаю почему они в люч в кастрюлю лезут голубая и вот купил полкило черешни по 3 евро по 6 евро килограмм как и на той неделе может она спрошла с прошлой недели хрен узнает вот и хлеб и молоко усе больше ничего принципе меня ничего не на я хожу смотрю мороженое есть и это есть то есть все есть помидоры буду закладывать помидоры правда пылесос как у меня привезли в виду вот но знаете мой пылесос он мне нравится хороший но если бы он был чуть помощнее то было бы намного лучше но наверное если бы он был помощней то он бы стоил пять раз больше правильно как типа дейсон дейсон вот мне наверное нравится дайсон я так думаю цена не нравится то наверное мощный есть у вас как у у кого дайсон но мне это тоже неплохо неплохой так кабачек порезала макароны варятся салат из тушеных овощей у меня есть тушеных запеченных так что вот так вот голубом по европе все и усе сейчас покажу вам чизкек который вчера сделала он друзья мои божественный божественный это просто это просто взрыв мозга когда его кушать что-то такое между запеканкой я разговариваю у меня уже слюни текут это что-то с чем-то в общем рецепт ждите на канале кто не подписан я вижу ты не подписан а подписался еще нажми на кнопку получше результаты твоя мечта осуществится в общем да божественный божественный рецепт будет скоро на канале как этот слопаем следующий не будет не за горами кое-что отпарила обрызгала по брызгала свои убили горячие этого эти орхидеи ту орхидей q которая совсем уже типа умирает или что там с ней опять разобралась в шкафу вот такие которые прям уже с длинными но с полу длинными рукавами в общем отнесла спрятала поставила вот сюда мою орхидей q вот это вот которые полудохлые пускай может выживет тут тоже ей хорошо влажность у нас кстати вот 47 градусов но у нас прям сейчас самое солнце вот сюда вот и прям поэтому сухо ну я думаю что не сухо ночью 65 процентов влажности поэтому мне кажется для орхидеи это нормально вот я уже начинаю тут приготавливаться к занятиям сейчас сегодня меня все постирала сегодня тапки очень удобные тапки кстати сохнут за 2 секунды и очень удобный там у меня опять белье как всегда кстати вчера муж ночью приходит и я ему говорю такая говорю ничего не хочешь мне сказать он такой смотрит на меня и вот так вот знаете осматривать с ног до головы типа что-то изменилось а что не пойму и смотрит нет я он такой не пойму на на наше годовщина вот короче стоял думал думал потом твое день рождения я говорю ну почти что угадал короче забыл представляете хотя у нас с ним день рождения у него в марте у меня в мае день один и тот же 27 но я я не капельки не обижаюсь кто если забыл или там и что-то не поздравил мне наоборот это лучше кстати я думала что таких как я мало оказывается судя по вашим комментариям за которые огромное спасибо нас не так уж и мало оказывается этот праздник не такой уж и любимый а вот поэтому как бы я себя не чувствую такое знаете как это как здесь говорят рара странный ну да ладно этот за мной ходит по пятам я кстати сегодня немного я сию это ночью как уснула поздно потому что залезла в интернет ютубе там поковырялась а проснулась в семь часов утра не я даже сразу знаете когда открыла глаза я не поняла что-то говорю пасмурно сегодня это было не пасмурно это был рассвет ну потом я уже не уснула чарли тут начал туда-сюда ходить вот так вот ляжет вот и томно так дышит знаете рядом со мной типа я тебя не бужу но мне так надоело уже спать и так ли дышит прям так такой несчастный приходится вставать открывать дверь вот чтобы он вышел потом все равно он приходит ко мне и вот сегодня к чему я это днем пошла на кровать говорю дай-ка я полежу может быть усну и лежала спала нет не спала один глаз так другой так и вот он за мной я туда и он сюда я на кровать и он на кровать так смешно я в туалет и он в туалет я наверх и он на ли и мне так это вот знаете так приятно так классно что вот он так за мной ходит такой сладкий ну да 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 он такой сладкий мой смотрите смотрите такая любовь моя любовная ты моя любовь дай маменьку ситу ай минини как он любит маму свою в общем все пошла я заниматься хватит балаболить кстати купила в ледали вот такие сегодня шорты вот буду заниматься в этих шортиках и посмотрим как они мне чего там такие вот знаете и тут даже вот есть для чего-то для ключей наверное в ледали 6 или 7 евро не помню уже нас за сколько ну так вот жарко поэтому поэтому в полуголом виде а как иначе но это спортивный топ я считаю что у нас наши инструктора занимается именно вот в таком одеянии они спортивный люфчик и и шортики такие же чарли от от шерсти чарли весь нос чешется все пошла вот так выглядит мой спортзал там наши мальчик а он как мне смотрите как смешно я его снимать а он как будто позирует прикол этого зовут пеппи а этого зовут тони а на самом деле их зовут антонио и кофе так что кстати вчера спросила у нее у нашей тренерши когда они откроют а я вам говорила так что если хотите узнать смотрите вчерашний влог он тут прохладненько так хорошо что он не хочет и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok